Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа подробностей. И сегодня к нам в гости пришла Евгения Сергеевна Власова, начальник управления культуры администрации города Рязани. Здравствуйте, Евгения Сергеевна! Новый проект «Встреча на Почтовой» стартовал в Рязани в минувшую пятницу. Организатором проекта выступила администрация города, координатором ивент-агентства «Арт-А». По словам заместителя главы администрации Ларисы Крахалевой, цель проекта – создать имидж улицы Почтовой, сделать ее центром общения и знакомств. Этому соответствует и слоган, выбранный для встреч – «Будь в центре». Жители города, по задумке организаторов, должны быть уверены, что в каждые выходные им есть чем заняться. На Почтовой в любом случае будут проходить интересные мероприятия. В пятницу состоялась презентация фестивального лета, зарядка, представление от клуба реконструкторов, выступление оркестра, а также мастер-классы, детские игры и ярмарка хендмейда от рязанских мастеров. Фестивальное лето – это долгосрочный проект, который будет проходить в одном месте, в самом центре нашего города, это на улице Почтовой. На улице Почтовой почему мы назвали «фестивальное лето»? Потому что в рамках этого проекта будут проходить и праздники, и фестивали, и выставки продажи, и какие-то невозможные интересные квесты, экскурсии по улице Почтовой. Мы постарались сделать так, чтобы было интересно всем, начиная от малышей и заканчивая взрослым, старшим поколением нашего города. Мы придумали каждую пятницу на Почтовой, будет происходить что-то интересное. Каждый день назван. Это будет и день Ивана Купала, это будет и фестиваль матрешки, и фестиваль национальных культур, и день российского флага, и много-много интересного. О чем вы можете узнать на афишах, которые будут размещены на сайте Управления культуры, на сайте администрации города, и в транспорте. И можно будет просто прийти на Почтовую и увидеть, что же будет интересного происходить на Почтовой на неделю вперед. Так что мы будем постоянно анонсировать те праздники, которые будут проходить на Почтовой. Этот праздник, так называемый проект встречи на Почтовой, будет проходить еженедельно в течение трех дней. Это будет пятница, такой праздничный день, фестивальный день, и суббота и воскресенье, где каждый желающий может прийти на Почтовую, показать свои таланты, то, что он может делать руками, какие-то изделия он может продать. Это будет, скажем так, открытая площадка для всех желающих показать себя, свои таланты. Но в основном суббота и воскресенье будет такой день выставок продаж, скажем так, декоративно-прикладного направления, мастеров, художников нашего города, которые с удовольствием покажут себя. И мы специально это сделали для того, чтобы наша улица Почтовая стала центром притяжения для встреч, для знакомств, для просто таких, скажем так, такого общения легкого, чтобы в такой сложился имидж улицы. Приходи на Почтовую, там будет интересно. И слоган «Будь в центре» как никогда подтверждает наш проект. Будь в центре, будь в центре города, будь в центре событий, будь в центре внимания. – Интерес к улице Почтовой возник уже довольно давно, и у городских властей, у администрации. В прошлом году закончилась реконструкция. Почему выбрали именно эту улицу как такой туристический центр для посещения, может быть, иногородних, приезжих граждан? – Ну, вы знаете, в каждом городе есть такая улица. Есть центральная улица, которая притягивает к себе и туристов, и граждан. И она всегда любима. Она любима гостями города, она любима жителями города. И мы хотели, вот, знаете, по принципу есть в Москве Рязанский Арбат, да? В Питере есть Невский проспект, а у нас почтовая. Вот она почтовая, символ притяжения, скажем так, всех творческих людей и всем, кому просто интересно жить в нашем городе. – Насколько я понимаю, уже есть некоторая договоренность с рядом художников, творческих людей. – Конечно, конечно. – Таковых в Рязани, я так понимаю, немало. – Ну, что, собственно, вы все это увидели на открытии, где мы постарались представить разные направления. Это и музыканты, и художники, это какие-то интересные виды искусства, которые, может быть, даже не так часто мы используем в наших праздничных мероприятиях. И потом, мы открыты для общения, у нас создана группа ВКонтакте, где каждый желающий может о себе рассказать, может себя заявить, и ему будет предоставлена такая возможность себя показать на улице Почтовой. Мы открыты для общения, мы открыты для идей. И хочу сказать, что активность в группе, вот, буквально 3-4 дня, как мы ее открыли, невероятная. Столько предложений, столько идей, которые мы получаем от молодых людей, от, скажем так, от разных поколений жителей нашего города, ну, просто зашкаливает. Зашкаливает, и мы рады этому, что наш проект поддержали. Данный проект реализован на стыке двух управлений. Это управление культурой и управление экономикой. И вот такое взаимодействие, я думаю, имеет успех, потому что, где каждый сам по себе, что-то мы можем не учесть. Допустим, мы можем хорошо подготовить праздник на сцене, подготовить интерактивные площадки, но мы не можем гарантировать, что будет хорошая торговля. А здесь вот как раз торговля нас поддержала. Сказали, что мы готовы дать клич среди мастеров, прикладников, там, допустим, людей, которые что-то могут делать, которые могут это продать. И вот такое соединение двух направлений экономики и культуры вот дает такое интересное направление. И я думаю, что как раз это и станет тем туристическим объектом, вот о чем вы сказали, да, для привлечения туристов, чтобы можно не только было посмотреть, но что-то и приобрести, и купить воспоминания о нашем городе. Но при этом улица станет не только таким ярким туристическим объектом и местом для проведения досуга среди жителей города, но и возможностью реализовать себя для творческих личностей, что ему важно. Конечно, конечно. Собственно, это и наша главная цель, чтобы дать шанс людям, особенно молодым людям, показать себя. Но и потом, не все уезжают из города, в основном молодежь в городе, и мы ее зовем на почтовую. Вы знаете, если говорить о этом проекте, почтовая, да, почтовая, изначально улица историческая, на которой... Вот мы почему хотим провести такую параллель? Почтовая, история и современность. Даже афиши и слоган, да, будь в центре, нарисованы на почтовой марке. Вот обратите внимание на афишу как почтовая марка, поэтому мы постоянно говорим, почтовая, какие-то будут инсталляции. Вот в пятницу увидели там арт-объекты, велосипед, часть велосипеда. Мы надеемся, что к концу проекта, а проект будет проходить все лето, каждую пятницу на почтовой будет что-то интересное. И закончим мы буквально за несколько дней до осенней поры, до нашего сентябрьской непогоды, и каждый раз она будет чем-то наполняться. У нас есть идеи, у нас есть придумки, не хочется раскрывать все секреты. Хотелось, чтобы к концу проекта улица насытилась каким-то арт-объектом, где можно будет сфотографироваться, где-то можно что-то там такое для себя присмотреть. Мы хотим что-то придумать, конечно же, с помощью всех людей, наших горожан, которые нам в этом помогут. Улица довольно короткая. Как думаете, что будет, если она не выдержит такого количества творческих личностей? Придется расширяться? Мы подумаем над этим вопросом. У нас очень много других улиц, которые также мы могли бы раскрутить и сделать таким же центром притяжения, как улица Почтовая. Мы надеемся, что мы заинтересовали наших телезрителей. В ближайшие выходные вы сами придете и убедитесь в том, как интересны встречи на улице Почтовой. С вами была Евгения Сергеевна Власова и Марина Комиссарова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова